В несколько раз больше денег направлено в этом году на благоустройство мемориалов и памятников, чем в прошлые годы. К юбилейной годовщине Победы только в Кирове отремонтируют 50 объектов, а по области больше 100 воинских захоронений. Что именно обновят, расскажет Елена Чехомова. В середину апреля в 45-м году в это время завершилась венская операция. От фашистов освободили Венгрию, южные районы Чехословакии, восточную Австрию, в том числе Вену. Начинается наступательная операция на Берлин. Наши дни, апрель 2020 год, в это время ремонтируют места памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне. И впервые так объемно почти 18 миллионов рублей выделили региону по федеральной программе на восстановление памятников и мест захоронений солдат. Чтобы получить эти деньги, еще осенью города и районы области подготовили свои списки мемориальных мест и направили эти данные российскому министерству обороны. Вот у нас 10 муниципалитетов заявились, и на 10 заявились они с количеством захоронений, суммами. На все эти наши 136 объектов из федерального бюджета нам выделили средства, чтобы в период, в трехлетний период мы их восстановили. И уже зимой был составлен план работ. Сметы, экспертизы, торги, конкурсы – все позади. Погода позволила, можно работать. Сейчас решили все, чтобы полностью заменить. Дмитрий Ковтун на Лобановском кладбище с 6 утра и до тех пор, пока глаза видят. Он и другие работники подрядчика уже сняли у мемориального комплекса здесь старое покрытие. И обещают успеть уложить новую плитку до начала мая. Вот сейчас убрали, записковали. Сейчас вот щебеним. Коток будет у нас ездить, все прокатают по-хорошему. Все выровнится и все красиво будет. Еще на столько же лет хватит. Такие же работы ведутся в Кирове не только на Лобановском, но и на Мезринском, Старом Акаревском кладбищах. На восстановление трех этих мемориальных комплексов и на 47 отдельных захоронений Кирову из федерального бюджета направили около 10 миллионов. Плюс еще почти 11 по случаю юбилея Победы выделил город. Вместе получается почти 20 миллионов. Это при том, что обычно памятники только мыли, чистили и тратили на это миллиона 2-3 в год. Масштабы ремонта в этот раз еще потому велики, что совместно реализуется сразу несколько целевых программ. Где-то мы ремонтируем улицы, которые носят название героев Великой Отечественной войны. Где-то ремонтируем улицы, которые являются подъездными путями к мемориальным зонам. Но как пример приведу улица Клубная в Заречной части. Там и расположен как раз памятник, который сейчас ремонтируется. И мы в ближайшее время планируем в рамках проекта безопасной и качественной дороги отремонтировать полностью эту улицу. И в городской администрации, и в областном правительстве отмечают. Такого серьезного ремонта мест захоронений не было лет 10-15. И в этот раз к 9 мая обещают и благоустроенные территории у мемориалов, и обновленные памятники и надписи, и цветочное озеленение памятных зон. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Иван Малков. Бюро новостей Дайвича.